Тебе в дверь звонят и представляются, что они откуда-нибудь. Ты даже не можешь сразу понять откуда, потому что слова все странные, все такие не очень живые, то ли они из розыска, то ли они следователи, то ли они еще кто-то. Участковый, не участковый, побеседовать, поговорить, откройте, впустите. Здрасте, а вы кто? Да, с этого вопроса, а вы кто? Нет, вот и здесь остановитесь, а вы кто? Разрешите я сфотографирую или перепишу ваше удостоверение. Вот прям сразу так, надо жестко сказать. Не, зачем жестко? Вы же сейчас со мной не жестко же. Вот вы же со мной сейчас разговариваете не жестко. Мне кажется, это уже жестко. Нет, почему же? Обычно каким-то приличием, нельзя, неприлично. Например, меня тут отругали, мне приходил участковый побеседовать о чем-то бессмысленном, типа, а вот вы как-то были на митинге, а вот вы на следующий собираетесь, да, профилактически. Я вдруг сделала такую вещь, мне понадобилось страшное на собой сделать усилие, я не пригласила его войти в квартиру. Я до сих пор мучаюсь, потому что это худшее, что может сделать москвич, открыть дверь и в ходе мирной беседы не пригласить человека войти в квартиру. Я так на лестнице продержала человека. Заставьте себя эти пару минут побыть быдлом. Поговорите через порог, ничего страшного. Ой. Поговорите через порог. К вам в дом же просто так пройти невозможно. Нельзя просто войти в дом. Для этого должны быть основания. Есть конституционное право на неберкосновение жилища. Они все понимают прекрасно, что потом, если будут жалобы, если будет уголовное дело, само по себе проникновение в дом надо будет как-то обосновывать. И для этого нужно будет придумать какие-то процессуальные мероприятия. Если уголовное дело у них есть и постановление о производстве обыска имеется, и разрешение производства обыска судом выяснено, вам даже не надо никаких лишних вопросов себе задавать, а что делать. К вам уже зайдут, вас либо положат, либо вам предъявят постановление о производстве обыска. Уверяю, если будут основания войти, принудительно войду. Понять правила игры. Кто он и кто вы. Вы узнаете, кто к вам пришел. И спрашиваю, а зачем вы пришли? А о чем поговорить? Ни в административном законодательстве, ни в уголовном. Такого мероприятия процессуального, как поговорить, нет. Поэтому вы и узнаете, какие основания для вашего визита. Это профилактическая беседа какая-то полицейская. Я на профилактическом учете. Для чего вы со мной хотите поговорить? Но это участковые ходят, это служба общественной безопасности. Они пришли для того, чтобы побеседовать. У них одна цель. Быстренько побеседовать, неважно, что вы им скажете. Вы им можете сказать, так, по второму. Они скажут, хорошо, и уйдут. У себя справочку напишут, что беседа проведена. О необходимости соблюдать законодательство в РФ доложено, там доведено до сведения и тому подобное. Все, и уйдут. Если это опера, оперативные уполномоченные или следователи, тут сложнее. Тут, скорее всего, уже уголовное дело какое-то. Может быть, в это время у вас из кармана трико торчит окровавленный нож, а в спальне труп или три трупа, только что зарезанных. Вы собирались расчленять, но не успели. Вы гостеверимная хозяйка, но перед этим просто трех гостей зарезали. Такое может быть? Нет, давайте мы совсем жестко упростим. Я никого не зарезала, никого не собиралась резать, никого не расчленяла. Но хуже выходили на митинг? Хуже, да. Я ходила на митинг, я, возможно, выкрикивала... Наркотики в доме есть, оружие, обрезы? Оружие, обрезы, наркотиков в доме нет. Но еще хуже, я неоднократно ходила на митинг, была оштрафована, задержана, оштрафована, заплатила штраф регулярно, перепощивала, перепощивала. Никто не знает, как правильно употреблять этот глагол. Репостила в разных соцсетях разные ругательные тексты. И, в общем, я недоволен политической ситуацией в стране. Ну да, вы опасный человек. Росгвардейцы, нацгвардейцы, кого-то там разгоняли, полицейские разгоняли, били там в живот кого-то. Это мы возмущались. А там-то говорили, вот, видите, там ногу сломали. Здесь жуть надо было нагнать. Политизация, преследование уголовного и административного привела к тому, что все хотят в этом поучаствовать. Ведь всем же им надо показывать работу. Сейчас же идет превенция, профилактика. И поэтому к вам может прийти кто угодно. Участковый, да сотрудник ГИБДД может остановить даже, там, что-нибудь у вас посмотреть и досмотреть. Потому что, ну, обстановка такая в стране. Куча структур, которые могут к вам прийти. Может, не знаю, даже помощник прокурора, по большому счету, может вам прийти. К вам точно может прийти и вам какое-то предостережение вручить. Потому что вы, извините, фигура крайне сомнительная. Это несомненно. А что мне делать, кстати, если приходит какой-то мужик? Вот. И они приходят, и их отличие... Их отличие от, ну, так скажем, отличие этих бумажных хищников от настоящих хищников, они не проходят сами к вам в квартиру. Они не ломают вам дверь, они не кладут вас, не кладут ваших родственников, они не тащат понятых. Если пришли на беседу, вы к этому можете спокойно отнестись. Вы можете говорить все, что угодно. Вы можете им сказать, что вы страшно полюбили вдруг Владимира Владимировича Путина и весь его курс и стали радикальной путинисткой. Вот сегодня... Ультра радикальной. Вам все равно напишут в справке, что проведена беседа, и вы все равно останетесь лицом оппозиционно настроенным и страстно желающим свергнуть конституционный строй. Потому что если вас поставили на профилактический учет, вы там и будете всегда. Если где-то в районе, не дай бог, там три бабушки выйдут с плакатом о том, что мусорный бак надо сместить, с вами беседу проведут, придут. Потому что вы на учете, участковому надо будет бросить все и в течение суток-двух там обойти всех профучетных, ну и к вам придут. Вот. И вот это все, это симуляция деятельности, на которую по большому счету можно внимание не обращать. Вот этот вот, который приходил ко мне, который я в дом не впустила и мучаюсь, он говорил еще, что вот и дети, у вас же дети, ну то есть они уже большие, но вам это надо, по месту учебу все время ему будут сообщать, вам по месту работы. Вы же тоже можете сказать, что вы бы тоже со мной аккуратнее беседовали, потому что я же тоже по месту вашей работы могу сообщить о том, что вы меня тут сами вовлекаете в антиконституционную деятельность под видом профилактической беседы со мной. Ну это так, как один способ свернуть беседу. Это безобидная штука, это люди, которые в любом случае будут что-то писать и это на вас особо не повлияет. Это не дело оперативного учета, это все, что касается, так скажем, полицейской профилактики. Абсолютно бесполезная, бессмысленная, бумажная вещь. Так, с этим разобрались, спасибо. Дальше переходим к опасным вещам. Да, к следующей. По-настоящему опасным. Где ваше место преступления? Компьютер. Давай ложись. А почему? Ну просто тупо по праву жизни в России, ты должен быть к этому готов. Сейчас вы уже сказали некоторое количество слов, от которых у меня крутится голова. Вот кто сказал, что будет легко?